Зимняя, да, девушка? Да, у нас уже зима идет полным ходом. Ого! Да, уже сугробов у него, уже дети катаются на самках, но это что-то такое... Слишком рано что-то зима на Инте пришла. Ну, ничего страшного, бывает. Наташ... Да, не только краска, это будет Венеция. Ну, точно. Наташ, скажите, а вы как... Или на ты мы будем общаться, как? Да на ты. На ты, да, Наташ? Скажи, пожалуйста, как давно ты у нас в проекте? Сколько уже времени? Ну, как? Я в том году, как зарегистрировала меня Маша, зарегистрировала... А, это второй заход, я что-то помню, ты писала. Да, 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 второй заход, вот. И тоже что-то у меня с этим, с вторым заходом чего-то уже... Не получается что-то, да? Не то, что не получается, порыв гаснет. Главное дело, первая проблема возникла у меня с этим, с доставкой. Ага, а что с доставкой? С доставкой косметики? Ну, у нас нет, этот самый, склада, ну, как и есть, но он закрытый. Закрытый из плода, надо с ними договариваться, Наташ. Так, договаривались, вон, и Наталья договаривалась, он принципиально говорит, не буду, вы не с нашей структуры, я не буду, это самое, брать ваши заказы. Не будет, да? Тогда только почтой, почтой полторы тысячи рублей стоит заказ получить. Полторы тысячи, ну, ясно, это полторы тысячи. Нет, тогда смотри, а почему вот, да, с Питера и полторы тысячи? Это, слушай, это же не мы решаем, почта, они просто озверели, вот честно. А мы ничего сделать не можем, понимаешь, это единственный выход, или ехать в соседний город, где есть СПО, чтобы получить заказ, или почтой. Я знаешь, что я тебе хочу сказать, Наташ, вот тут надо решить, или ты бизнес строишь, да, или не строишь. То есть выбери, строишь бизнес, значит, надо воспринимать это как норму жизни, да, почтой, да, полторы тысячи. Что бы я сделала? Я, например, я не знаю, я бойкий человек, и смышленый, я бы, знаешь, как сделала, вот на твоем месте, если бы показалась такой ситуация. Я бы взяла каталоги, купила бы каталог, и прошлась бы по людям, и просто даже элементарно со скидкой им продукцию предложить, со скидкой, то есть чтобы набрать, знаешь, как это называется, совместные закупки. То есть объясняешь им, говоришь, девчат, у нас доставка стоит полторы тысячи. Вот я предлагаю купить нам продукцию, чтобы выгодно было. Смотрите, мы экономим 20%, доставка стоит полторы. Вот мы, если наберем 10 человек, каждый купит то, что ему надо, мы всего по 150 рублей заплатим. Наберем мы там 5 человек, поняла, да, Наташ? Ну, можно, да, и так. Совместные закупки. Если ездить мне в Боровиче, это у нас 70 километров от Валдая, это целый день, там один раз автобус входит в день, вот 8 часа выезжаешь, а пол третьего он идет в Боровиче и обратно, но это полтора где-то, 2 часа ехать. И ты говоришь, я с утра уеду и поздно вечером приеду. Ага, Наташ, Наташ, смотри, второй вариант, например, у тебя в этих Боровичах есть кто-нибудь, друзья, родственники? Нет, нет, нет. Нету никого, плохо. Надо кого-то завести себе, какую-нибудь там сестру, кому в гости ездить, сестру по духу. Слушай, знаешь, что надо тебе сделать? Возьми, зарегистрируй людей из вот этого, Боровичей. Прям специально рекламу размещай на сайтах, где доски Боровичей. Ищи людей из Боровичей, например, вдруг вокруг можно набрать намного, много, да, Наташка, если вот, Алешина, подскажи. Можно прям Боровичей выбрать и конкретно оттуда нарегистрировать толпу людей. С кем-то ты сдружишься, и они тебе будут посылку с автобусом передавать за 100 рублей. Понимаешь? То есть выход всегда есть. Главное, чтобы ты... Цель есть бизнес строить? Строй! Нету? Нечего тут делать, понимаешь? Тогда для тебя все будет проблема. И доставка, и то, и все. У нас вон девчонки живут, хрен знает где он, на Камчатке. У них поставка раз в каталог, и то каталог кончился, им только привезли новый. Он уже кончился, а их только привезли. Они без каталогов там живут практически, понимаешь? И они что, растут? А люди вон в этом... О, господи, как его? В Чечне война шла. Война, а они бриллианты закрыли. Это как? Да просто надо. Поэтому, слушай, ты вот это все не облачай в форму вопроса, а не проблемы. Понимаешь? Говори, Лиля, у меня вопрос. Как? Какие, ты знаешь, фишки, чтобы мне крутануться, и чтобы мне эта доставка не была в напряг? Вот я тебе три варианта сейчас предложила. Совместные закупки раз. Второе, найти кого-то из боровичей, чтобы они тебе доставляли посылку. С автобусом будут передавать за 100 рублей. Третье, просто съездить один раз в боровичи. То есть сейчас же тебе не обязательно делать заказы сразу, большие, много. Правильно? Да. У тебя есть три каталога. Ты можешь сейчас за три каталога пока бизнес строить, команду набирать, изучать все. А потом к этому времени собраться, да, там, и по делу поехать в боровичи и заодно забрать заказ. Тебе, подожди, а какие три каталога? В 15-ю, да, сейчас вот заканчивается. Подожди, ты только зарегистрировалась заново? Нет, нет. А, вы решили возобновить просто? Да, да, да. А, я-то думала, ты заново регистрировалась, а тебя просто расшевелили. Нет, я зарегистрировалась заново. Вот смотри, значит, у тебя как время есть. Это у новичков, там, три месяца, если заказ не делают, они вылетают. Ну, ты выбирай любой способ. Решили мы с тобой этот вопрос? Я тебе помогла? Ну, да, эти самые. Теперь это три каталога. Какие? Сейчас вот 15-й, да, заканчиваешь? Не-не, у тебя другая ситуация, все, забудь про это. А, ну, ясно. Давай, следующий вопрос, какой? Наташа? Я сейчас не звоню. Ага, давай. Да-да-да, я теперь на связи. Ага, давай следующий вопрос, Наташа. У меня просто время ограничено, поэтому в темпе. Ага, так, и этот вопрос того, что там... Как вы с Мишей-то... Так что-то неожиданно готовилась к вопросам. Сейчас. Да, и мы тоже забыли, Наташа. Ну да, надо было хоть смс-ку скинуть, потому что я тоже забыла. И как бы все... Ну, мы заберем. Мы будем там на неделе как-нибудь. Если ты сама не успеешь, то мы заберем его. Ой, Наташа, пока не знаю, честно тебе могу сказать. Не буду никаких надежд давать. Ну, в пятницу точно заберем. Хорошо. Ага, хорошо, Наташа, а то я по скайпу. Я позвоню. Я вот себе написала, и Миша теперь знает. Ага. Ну все, давай, дорогая, пока-пока. Так, все, я с вами, девочки. Ага. Я говорю, вы с Мишей-то подписки делаете. А, инстаграм, а как это ты, инстаграм или как он? Как работать в инстаграме? Да, да, да. Наташа, а ты в бизнес-школе учишься? Записалась на школу? Она у нас по нашей школе. У вас в школе, Наташа, есть по инстаграму? Я их выполняю. Наташа, у вас по инстаграму есть задание? Нету пока. Нету пока. Первые пять дней у нас. А, это дальше будет, да? Будет дальше, Наташа, да. Ты, как говорится, не беги впереди паровозы. Вот то, что дают обучение, это и делай. Сделай фокус, знаешь, на чем? Вот сейчас тебе скажу, самый быстрый способ роста. Это работа со списком знакомых и брать рекомендации. Наташа, научись со списком знакомых, как мы вчера работали. Я сейчас ролик выкладываю в YouTube, сейчас, может, выложился. Так, вот, всё, опубликовываю. Сейчас я вам ссылку дам. Посмотри, я вчера Шехтель, Наталья, учила, как с тёплым рынком работать. И она вчера сразу же сделала первую регистрацию. То есть по этому методу. Регистрация, это значит, ты, это, нового человека, да? Да. Ну, зарегистрировал, ведёшь его. Верно. Ясно. Так вот тоже, да, вот 10, это, на салфетке. Там, говорится, надо, мол, 5 человек. 5 активных. 5 активных. А тут выходит, надо больше, чтобы, да, вот, дойти до менеджера. Наташа, смотри, нам нужно 5 активных человек. 5 активных. Чтобы найти активного, порой приходится перебрать, чтобы одного найти. 10, а то и 20 человек. Понимаешь? Поэтому, когда книгу ты читаешь, 5 активных, а не просто 5 регистраций, которые ни хрена не работают, да, не делают заказы, не учатся и вопросов не задают. А нам нужны 5 ключевых консультантов. Вот я тебе текст скинула. Что? Ага. Что говорить, как говорить. И сейчас ролик ещё, наш семинар скину. Потому что лучше всего, если ты сделаешь, как я говорю, по семинару, то у тебя пойдут регистрации. Если будешь по-своему делать, то бросишь. Опять бросишь. Ну ладно, тогда не буду задерживать. Если какие будут вопросы, буду обращаться. Да вот есть прекрасные спонсоры. Наташа, Маша Скляренко, Оля Мальцева. У тебя такая мощная команда, да, с кем работать. Ты понимаешь, со мной только Наташа работает. А ты сама познакомься со всеми и работай, и всё. Как вводишь? Ты в чате есть? Да, да, да. Ну, в чате пиши, задавай вопросы. Участвуй в жизни. Ты просолишься, пропитаешься этим духом командным. И у тебя всё попрёт. Понимаешь? По-другому никак. Я тебя сейчас точно не научу за пять минут, как рекрутировать там в Инстаграме. Ну, баба. Да, такой задачи у меня и нет. Вот, так что, девочки, взаимодействуйте вместе почаще, да, каждый день работайте, первое. Второе. Как мы здесь общаемся? Правильно, ну не просто ля-ля-ля, а по существу. Чё, как, быстро, чётко, конструктивно. Второй момент, что вам нужно делать? Школу, выполнять все инструкции, не прыгать с места на место. А вот далее тебе задание прочитать книгу, сидишь и читаешь. Сидишь, читаешь с карандашом, подчёркиваешь всё. Чё, непонятно, задаёшь вопросы. Что понятно, себе пометки делаешь. То есть надо проникнуть в этот бизнес, понять его. Тогда дело пойдёт. А по-другому, как говорится, чудес-то не бывает. Откуда они возьмутся? Ну, ладно тогда, Линючка, давай тогда. Всего тебе доброго. Спасибо. Если всё будет такие вопросы, я буду обращаться. Всё, договорились, спасибо. И вам тоже успехов. Наталья, пока, созвонимся или спишемся. Хорошо, хорошо, хорошо. Всё, договорились. Спасибо. Спасибо.